Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова Дмитрий, вы находитесь на моем канале, который посвящен технологиям производства электроники. В этом видео мы с вами поговорим о флюсах, точнее о классификации флюсов, о том, как правильно выбрать флюс, на что обращать внимание при покупке. Уточню, что мы будем разговаривать о флюсах, которые применяются в электронной промышленности, так как в мире существует очень много различных видов флюсов. Посмотрите данное видео до конца, и вы поймете, как правильно использовать флюс в производстве или у себя дома. Заранее подписывайтесь на канал. Чтобы понять, какой флюс вы используете, обратитесь к его спецификации. Как правило, они находятся на сайте производителя флюса. Если же вы не понимаете, что у вас за флюс, бывает такие, их очень много из Китая идет, которые ноунейм, и, соответственно, непонятно, кто вообще его производитель и какие у него характеристики, то лучше его не используйте. Поверьте мне, проблем, которые получите далее, будет гораздо дороже, чем покупка хорошего флюса. В данной табличке мы видим три типа флюсов. Ро на канифольной основе, Ре на синтетической основе, Ор на органической основе. Есть и другие типы флюсов, но в обычной электронной промышленности они не так часто используются. Вслед за первыми двумя буквами становится третья, которая означает активность флюса по отношению к паяемым поверхностям. Если плата и элементы новые, то используется L-флюс. Если компоненты уже имеют следы окислов, то в зависимости от поражения применяют M- или H-флюсы. Также M- и H-флюсы используются для очень массовых производств, где размеры площадок очень малы, и они быстрее покрываются окислами. Цифра на конце аббревиатуры 0 или 1 указывает на количество галогенов во флюсе. Данная цифра прямо влияет на смачиваемость поверхности платы и элементов во время пайки. Но не нужно думать, что 1 лучше в применении, чем 0. Это объясняется тем, что, во-первых, во флюсах с единичкой больше отравляющих веществ. Второе, при использовании флюсов с единичкой нужно быть уверенными в качественной последующей отмывке, так как при наличии остатков высокоактивных флюсов под микросхемой и на компонентах неизбежно активируется процесс коррозии на плате в ближайшие месяцы, и ваше устройство банально цветет окислами. Самое безопасное, и я, соответственно, это рекомендую, использовать флюсы с аббревиатурой ROLL 0 для рушной или автоматической пайки, неважно. Но в любом случае платы после пайки нужно мыть, чтобы не говорилось, так как на любые остатки флюсов неизбежно начнет прилипать пыль и другие частички. На этом все. Ставим палец вверх. Обязательно подписываемся на канал. В комментариях я оставлю ссылку на группу ВКонтакте и на мой сайт, где вы найдете дополнительные услуги. Пока-пока!